доброе утро всем кто сейчас тоже проснулся либо я не знаю кто ложится наверное ребятки вы скорее всего под вечер смотрите видео я сейчас уже буду вставать проснулся скажи дома очень сильно скучно самому вообще очень скучно я даже могу вам сказать как скукота пипец когда 16 лет прожили вместе знаете как то все же привычка уже до находиться постоянно вместе читайте семья до просыпаешься там вместе подурели поговорили там кипиш какой-то кофе там сделал горячий до кушать приготовили постирали это сейчас все приходится делать все самому и вообще как-то все не так у меня просто нет опыта в этом состоянии находиться знаете когда долго прожил 16 лет считайте тут вот такая вот у меня как всегда здесь лучше не смотреть потому что здесь можно офигеть доска стоит хочу ребят доску сегодня поставить бабушкину в комнату блин не такой номерационный на видно по мне и ребят я кстати буду это делать татуировку вот не знаю жду жду уже мастер сказал мне на этой неделе буду на груди набивать здесь увидите так вот на всю грудь будет у меня татуировка в позже добью полностью весь рукав и буду начинать второй ну не знаю посмотрим сейчас меня я уже все в силах это как бы серьезный разговор я уже с мастером и решили вопрос сейчас мне думает рисунок на груди какой у меня тут как-то так все ночи ставлю но сейчас вам покажу торисы в инстаграме уже ребят показывал прошлый раз но этот час посмотрите что у меня сейчас холодильнике вот так вот живет как бы холостяк но точь у меня праздник пишу в тысячу сумму меня увидеть у да да ребята у меня вот и кто-то звонит у меня очень хорошие новости я все-таки создал канал где я буду проводить аферисты в сетях на буду полностью вам помогать по вашим просьбам если вас кто-то обманывал кидал там я не знаю жестко вы мне в инстаграм пожалуйста все ссылки в описании пишите какие у вас были истории все переписки все скрины там запись разговоров это обязательно это нужно я просто буду наказывать таких людей и не давать вам попадаться понимаете подписывайтесь на мой новый канал ссылка в описании я вас прошу просто не пропустите это это очень важно это будет очень познавательный канал ой блин а мне сейчас надо стирать вот это вот все телефон делает но вот это да это мой папа сейчас будет стирать огонь живут холостяки так что же мы туда закинем закидываем все джинсы так я белые ребята не стираю все хотя фиг его знает блин вот знаете как не хватает женщины если бы вы понимаете очень не хватает открываем вот такая штука у меня есть вот это надо в общем вот такой маленький стаканчик налить вот эта фигня вот такая вот ну немножко надо это так я на 28 минут не знаю правильно девчонки вы меня поправляете потому что я тут стираю блин фиг пойми как все сейчас будем стираться вот так я только гелем пробую мне посоветовали ну мы давно уже гелями пробуем и вы хотели чтобы я вам ответил на вопрос по поводу что у нас случилось почему мы разошлись ну хотите я вам сейчас отвечу на этот вопрос сейчас я поставлю камеру сяду и вам отвечу много вопросов по поводу того что все наши отношения и наш развод с Наташей это пранк вот по этому поводу я решил вам записать это видео и объясниться правда это или не правда что мы с Наташей разошлись потому что вы до сих пор не верите вы думаете мы семья пранкеров а если семья пранкеров значит мы имеем право сделать вот такой вот розыгрыш такой пранк и всех вас обмануть мы вас обманули вы так считаете да вы так считаете что ну там большинство считает что мы вас обманули хотя ну это глупо на самом деле это глупо это на таком не пранкуют это случилось никаких изменений нет уже больше месяца мы живем отдельно мы общаемся дай бог мы общаемся я вам объясню почему мы общаемся потому что у большинства людей заведомо я не знаю или не заведомо вот просто присущ на вот такое такая позиция что если хорошее отношение между бывшим женой и мужем значит у них все хорошо то есть это либо какой-то самообман или вот они там играют да нет ребят на самом деле это добивается наверное это это на самом деле это мечта каждого человека наверное разойтись по хорошему это я не знаю это это просить господа лишь бы разойтись хорошо они на ножах на агрессии да на какой-то вот я говорил наташа если если мы расходимся да там говорю давай я хочу чтобы это было по-доброму и по-хорошему я не хочу жить в войне там да там оскорблять друг друга за спиной я не знаю говорить плохие вещи друг на друга как бы ну подымать вот этот весь ссор зачем говорю давай как это сделаем по-хорошему а там судьба уже ну покажет будем мы вместе не будем мы вместе но это я считаю это правильно давай по-хорошему ну вот у нас тем более ребенок это наташа мне на что ответила типа вреджения я не я так не смогу потому что у меня к тебе чувство ты будешь приходить ну я тебя люблю у меня к тебе чувство как бы да она правильно сказала я ее поддерживаю и большинство бы наверное ответили бы также ну я прав вот женщины которые сейчас повзрослее могут наверное тоже со мной согласиться или не согласиться ну и мы пришли к такому консенсусу ребята что он короче ладно не буду повторять это слово возможно его неправильно сказал дело в том что ребят мы в нормальных отношениях мы общаемся я им за все это время я зашел раз один раз я был дома у леры и у наташи по поводу кота дамы вот наташи первый раз увидел как мы котика возили вот это мы тогда увиделись но это семейная такая проблема который я вынужден поддержать я как отец я как мужчина я обязан быть рядом вместе с семьей в таком положении и желаю каждому мужчине каждому мужчине придерживаться своего слова то есть помогать своим родителям если помогать своей семье помогать своим детям если вы ушли то хотя бы позаботьтесь о своей семье если вы уходите о своем уходе я ушел наташа мне не даст соврать с ней лера не даст с врать я ушел я практически оставил все забрал только машину чтобы вы понимали я не оставил голым босс их свою семью и сейчас я поддерживаю ее и полностью все оплачиваю настолько на сколько я могу потому что это моя семья я желаю чтобы каждый мужчина ну сейчас если кто-то меня слышит вот с мужчин хотя бы придерживался тоже вот самого мнения это будет очень круто и ну это будет мужчина потому что мужчина должен отвечать за каждое свое слово и быть мужчиной я не психолог к сожалению но я надеюсь вы меня поняли просто если вы мужчина отвечайте за свои слова тем более когда у вас есть семья а устал ребята просто повторять те девочки которые мне пишут там очень часто вот я осталась одна там одна мамочка осталась вторая мама осталась двумя детьми третья там еще с несколькими детьми и вот мне пишет вы представляете какое количество аудитории моих подписчиков пишет мне по поводу своей жизни вы знаете что я читаю комментарии я физически не могу все прочитать но я читаю и сколько людей жаловаются на свою жизнь потому что они остались брошенными брошенными своими парнями я всегда всем твержу что сейчас 95 процентов мужчин это балаболы вот ребят вот так вот оно и есть потому что балаболы судя по той статистике которая которую знаю я которую мне пишет моя аудитория ребята поверьте это за 100 за 200 за 300 человек за период какие-то там четыре месяца я пока перечитал я не знаю что дальше пишут с огромными проблемами я уже думал может быть мне канал какой-то определенный создать с точки зрения своей объяснять эту ситуацию мужчины не отвечают за свои слова понимаете семьи распадаются но при этом все бросает мужчина бросает свою семью разводится расходится не имеет значения как оставляет нолем оставляет бедную молодую девчонку саму на произвол судьбы и понимаете самое дорогое что тратите вы вместе в своих отношениях это время если вас бросил парень если вас бросил парень если тебя бросил твой парень или твой муж с которым ты уже прожила два три четыре не важно сколько ты лет у тебя уже сложившиеся отношения у вас один общий ребенок он уходит семьи понимаете забирая полностью все подарки подаренные знаете есть же такое полностью забирая все посылая тебя на еще в придачу бывает и такое и вы считаете это нормально испортив женщине жизнь до забрав самое дорогое это ее время оставим ее с одну с ребенком вы считаете это нормально я считаю это ненормально если ты уходишь по любым причинам в семье может все произойти как со стороны женщины может быть минус так со стороны и мужчины может быть минус не сошлись разошлись но если у вас есть дети позаботьтесь о их судьбе именно мужчины потому что женщинами остаются всегда дети в основном с женщинами остаются редкий случай когда мужчина забирать себе ребенка и вот настоящий правильный мужской поступок это быть с женщиной как можно ближе даже если вы разошлись ушли вы в другую семью у вас другая семья да по барабану позабочься о состоянии своего ребенка позвони спроси халу не холодный не голодный да если что покушать не пропадайте если кто-то там мужчина ваш пропал и бросил вас одну один на один с жизнью да но это конечно это уже такой блядский поступок я считаю к чему я это все что в моих отношениях я не бросил свою семью я помогаю как могу я отвечаю за каждое свое слово и я всегда рядом со своей семью по любому звонку если нужно я приеду если что-то надо я это сделаю для них здоровье не здоровье там я не знаю быть не быть я всегда буду рядом и не важно живем мы вместе или не живем другая у меня семья или нет у вас общий ребенок это раз и это был ваш выбор вы выбрали этого человека вы с ней прожили вы с ней сделали совместного ребенка у вас были совместное будущее так и будьте честными перед собой будьте сильными позаботьтесь далее о жизни вашей семьи живете вы с другого же женщины понятно и будет неприятно но все равно не пропадайте вот это самое главное и в моих отношениях случилось точно так же но так как я блогер и так как все в шоке от этой ситуации которая сейчас случилось в моей семье я вам смело могу сказать что мы разошлись я не знаю как будет дальше ребята возможно мы сойдемся с наташи возможно нам надо просто время какое-то подумать да пожить отдельно мы слишком много были в работе мы вместе снимали мы постоянно находились вместе иногда вы знаете нужно отдыхать друг от друга хоть как-то но вы видите мы постоянно вместе кто-то скажет так это же круто это же хорошо ребят не всегда не всегда надо порой давать доверять друг другу и как-то отдыхать и на вопрос вы задаете что у нас случилось это изменила вам наташа или изменил я наташи ну я хочу вам ответить на этот вопрос ребята кто кому изменил значит смотрите измены никакой в наших отношениях не было вообще мы никогда даже об этом не думали никто у нас не не ходил ни на сторону у нас все нормально в отношениях у нас чисто не бытовые какие-то как вам сказать ситуации и конфликты у нас особых-то конфликтов и не было но просто вот мы решили уже изжили возможно себя у нас были какие-то недопонимания со стороны жены и мужа да то есть я требовал от наташи одно там до объясняю вот и за мужем за моей спиной наташа требовала от меня как от мужа до что я должен какие-то делать вещи которые соответствуют мужчине возможно мы где-то друг друга недопоняли и мы решили просто уже просто это постоянно кипела 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 мы не сошлись в мнении и мы решили просто разойтись потому что ну слишком очень много давления мы давили друг на друга она требовала одно я требовал другое я более люблю мягче да там вот отношение к себе да там допустим чтоб там женщина хотя бы прислушивалась на меня наташа немножко по-другому думают как бы но при всем этом я вам скажу она самая замечательная женщина моей жизни я бы и памятник поставил бы и поставлю золотой потому что она женщина номер один моей жизни это был мой выбор который выбрал я я никогда не позволю ее оскорбить никому если не дай бог ну или к сожалению или не к сожалению или к счастью у меня будет другая половинка до моя допустим я так просто образно взял вдруг у меня будут какие-то следующие отношения допустим я никогда не позволю своей женщине сказать на наташу плохо никогда в жизни не оскорбить если женщина ваша говорит на вашу бывшую жену или вашу бывшую девушку плохо с каким-то я не знаю с порывом с ненавистью с агрессией это оскорблением но я считаю это не то человек который с вами находится в большинство есть такие люди которые прям ненавидят не иди к ней на там стерва она такая такая это мой выбор решать мне наташа не сделала никому плохого никому вообще ни одному человеку и называть ее как-то с третьей стороне обзывать я считаю это ужасно такие люди не должны находиться рядом это был мой выбор и я с этим человеком прожил большую часть своей жизни и у нас есть общий ребенок ну я как бы за такое я не знаю прав я или неправ у меня большого опыта нет но это так как вот вошло мне в голову то я вами сказал это мой субъективное мнение а там решайте вы правильно прав я или неправ в общем ребят я вам объяснил причину как будет дальше я не знаю у нас ничего в отношениях не поменялось мы общаемся наташа мне звонит иногда мы там можем поговорить там я не знаю я там оплачу все что нужно квартиру то 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 я никогда не отказываюсь наташа снимает свое видео дает мне я монтирую дома она говорит жень мы будем снимать там с лерой хорошо говорю снимайте я же не против то есть мы разошлись на позитиве вы знаете мы у нас нет вот этого вот скандала вот это вот состояние вообще мерзости нет у нас тут эту господи по пластмассе подстучал но я думаю тоже сойдет у нас все хорошо ой не сгласьте только ребят пока все так изменений пока нет я буду держать вас всегда в курсе что еще хотел сказать я не знаю задавайте вопросы мне обязательно в инстаграм я часто читаю подписывайтесь я часто снимаю stories и смотрите мою жизнь также подписывайтесь ребята обязательно на мой канал на мой новый канал это связаны с аферистами в сетях ссылка вся в описании подпишитесь потому что там будут очень интересные видео вы офигеете какие будут видео у нас пока ничего не поменялось с лерой мы в хороших отношениях как считает лера по поводу нашего расхода с наташей ну пусть лерка как-то придет я и задам этот вопрос если вы хотите если у вас есть какие-то вопросы по поводу наших отношений вопросы какие-то в своих отношениях да я не знаю там пишите мне в instagram ссылка вся в описании я вас выслушаю но пишите по факту реально если у вас что-то вот действительности вам интересно они просто там вот лишь бы я ответил да там мой спасибо вы ответили ну в общем я надеюсь я вам ответил на ваш вопрос спасибо вам большое что вы меня услышали я во всех люблю ну что до следующего видео до следующего влога всем пока